Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 35 лет, в разводе есть ребёнок 12 лет. 8 лет назад я рассталась с молодым человеком по своей инициативе. Итак, давайте для начала как-то уточним кронологию. То есть вы сначала развились. С мужчиной, потом познакомились с молодым человеком, правильно я понимаю пока? И получается, что 8 лет назад с ним рассталась. То есть вы, если замуж впервые вы, ну достаточно рано получать. Ребёнок от молодого человека или от мужа? Или может быть ещё от мужчины? Как у вас сейчас отношения с отцом ребёнком, потому что, ну вы же должны общаться? Ну с отцом ребёнка я имею ввиду. Или, или отец не общается с своим сыном? Как это происходит у вас. Ааааа... Значит... Ну смотрите... Развод... Расставание... Расставание это об этом слове правильным, психологически, вот, и развод правильный, и расставание с молодым человеком тоже правильным. Как вы проживали эту травму свою и проживали ли вы её вообще? Это очень интересный вопрос. Было бы здорово, если бы мы смогли бы, например, на него ответить. Да? Вот, потому что это важный момент. Дальше. Значит рассталась по своей инициативе. Да, из-за чего был развод и из-за чего расстались. Потом пожалела, хотела вернуть его, но он уже был другой. А, как так? То... Вначале вы расстаетесь, потом жалеете. То есть... Что изменилось, что вы, получается, засомневались в своём собственном решении? Потом, потом он женился, все эти восемь лет я цеплял надежду, что он позвонит мне, и он позвонил. То есть восемь лет, по сути, вы были одна, получается. Ни с кем не встречались, да? И так далее. А вот эта надежда, она... Как вы думаете, из чего? Ну, то есть вот, буквально, да, из... Какого желания? То есть вы... Уверены в... 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 О том, что... Ну, вы настолько сильно хотите... Сделать... Человека счастливым? Вот... Все эти восемь лет... Хотели... И хотите... Сделать... Человека счастливым. Или вы хотите для себя чего-то, ну чего-то, там, хотите быть с ним, например, вот, ну допустим, для чего-то он вам нужен, ну да, ну допустим, опять же, то есть вот как-то этот момент, да, этот аспект, хотелось бы рассмотреть немножко, ну попробуй немножко. Так, значит он позвонил, сказал, что разводится, не может меня забыть, постоянно думал обо мне, мы начали встречаться, все было отлично, просто идеально. То есть вот так вот, после восьми лет просто взяли и начали встречаться, не поговорили, не обсудили, ничего не посмотрели, да, просто взяли и начали встречаться. Вот, как будто ничего не произошло, не ваших чувств, да, ну, как будто бы нет, да, не его чувств, как будто бы нет. Вот, ну, если, если я правильно вас понимаю, то есть, ну, наверное, же какие-то решения, ну, 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 какие-то решения нужны были, наверное, какие-то выводы, вот, ну, как бы, да, исходя из того, что вот с вами случилось и так далее. С его стороны тоже, как и до обиды, может быть, вот, а вы, как-то, вот, описываете такую ситуацию, что ничего этого нет. Вот. И это, конечно, немного выглядит, я бы сказал, ну, знаете как, вот, 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 то есть, к этому, к этому, вот, например, ну, лично я, да, отношусь несколько скептически, что это так вот просто взяли, да, вот, и начали общаться слова, как ни с чем не бывало. Вот. На мой взгляд, так, скорее, не бывает, чем бывает. Вот. На мой взгляд, так. Потому что, ну, какие-то чувства, да, они, эм, так или иначе о себе дадут, о себе дадут знать. Дальше, значит, все было идеально, опять же, так не бывает, это влюблённость, вот, собирались снижаться их на Новый год, то есть, опять же, кто мы, да, как к этому пришли. Последнюю неделю я стал чувствовать, что что-то не то нахладел как-то, что ли, то есть, это вот ваша тревожность и самооценка не могла понять, да, то есть, не могли опереться на себя, начал давить на него, вывели на разговоры, он говорит, что не понимал, что происходит, ничего ко мне начислить, просто да. Это разочарование после, эм, идеализации, которая, точнее, с которой, эм, человек столкнулся. Эм, ну, вы расстались, он на раз думал, вот, а может быть, хотел с вами быть, эм, а когда, когда с вами таки произошел столкнул, увидел, что кто-то не тот, вот. Вот это вот классическая история, при условии, если не развитое личностное взаимодействие, эм, не развитое личностное взаимодействие, вот. Я говорю, когда-то это почувствовал, как так вообще, как так вообще, это отвержение, ничего, это человек. Он сказал, что к нему пришло осознание, что он разводится и тогда понял, что он ничего ко мне не чувствует. Наверное, у него остыли чувства к бывшей жене. Это развод, это травма. Он ничего не может с собой поделать, у нас всё было хорошо, говорит, ну пацана, натри к тебе, я не знаю, может это пройдёт, может не пройдёт. Если тебя устраивать, мы можем попробовать, мы пройдём время, всё будет хорошо. Я не знал, что делать, что делать, чтобы что? Я прорвел все ночи. Из-за чего? Человек с вами, с вами. Такое ощущение, что здесь вы чувствуете какую-то свою боль. Ну вот, ну вот что это за боль? Я так хотел с ним помириться, а что значит помириться? Что значит помириться? Три месяца вы были вместе, что значит помириться? Что для вас помириться? Более того, я его очень люблю, не хочу терять. Ну, люблю это одно, а не хочу терять другое. Люблю то, что хочу тебе дать, а не хочу терять, то есть хочу от тебя получить. Это разные вещи. То есть тут это нужно рассматривать. Как мне быть? Что бы что? Что с ним происходит? Мы не знаем. Среди этих лиц мы не обсуждаем. Может ли получится, что мы построим отношения? Это про погадать. Психологи не гадают. Я в полном смутении, мы не знаем, нужно ли такие отношения. Может у него есть разводы, может ли все наладится у нас. Но это ваша тревога и страх, с этим не работают. Вчера мы поругались. Какой ваш вклад в ссору? Я написал о злости его жене. Так. Тут вы поступаете из очень сильных эмоций. Вот. Вот так вот смотрим. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.